Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать тексты из ILTS. Это уже третий юнит и начало нового шедевра вот этого. Examining the placebo effect. Снова какая-то псевдонаучная статья. Как всегда она огромная, ибо так и должно быть. Это comprehensive reading. Здесь вся фишка в том, что текста должен быть много. Он должен быть непонятным, он должен быть страшным, чтобы мы испугались, потеряли самоконтроль и ничего не поняли. Ну что ж, разберём этот маленький кусочек. Это будет первая часть, этих частей будет много, поэтому, как говорится, наслаждение будет полным. Итак, examining the placebo effect. Изучая или проверяя эффект плацебо. Но я не хочу здесь читать лекции, что такое эффект плацебо. Это, скажем так, когда мы принимаем от головной боли таблетки, которые содержат только сахар, и благодаря нашей вере в чудные лекарства, они почему-то нам помогают. Тем не менее, эффект плацебо, он так и будет, он не переводится, поэтому можно идти дальше. Тот факт, что принятие фальшивых медицинских препаратов может сильно улучшить здоровье человека. Так называемый эффект плацебо долго считался неким позором для серьёзной фармакопеи или серьёзной практики фармакологии. Но сейчас дело изменилось или ситуация изменилась. Итак, значит, take a fake drug. На что здесь стоит обратить внимание? Здесь take в необычной роли. Ну, fake drug, в принципе, догадаться можно. Речь идёт не о наркотиках, друзья мои. Это просто таблетки. Это просто лекарства. Здесь никакого двойного дна нет. Итак, если мы видим вот такое, take a drug, я не буду писать фейк, это неважно, это принимать лекарства, как бы брать, если дословно. Powerfully, можно сказать strongly в данном случае, это тоже было бы верно. Сильно, короче. Далее, improve, улучшить, здесь всё ясно. So cold, обращаем внимание, вот это прекрасная фраза, которую обязательно надо знать. So cold, так называемый. Его аналог – это кавычки, то есть, по идее, здесь вот так можно было бы сделать. И далее, was long considered an embarrassment. Бесподобная фраза. Да, это пассивная конструкция. И в данном случае embarrassment – это не то, что замешательство какое-то. Это, ну, если угодно, такой позорный момент или позорный эпизод в практике чьей-то там. То есть, здесь не его типичный перевод, здесь надо немножко пофантазировать. И обращаем внимание, ту должно стоять. То есть, как бы позор для, если угодно, не for, а именно ту должно быть. И далее, серьёзная практика – pharmacology. Можно ли просто было сказать, was a serious pharmacology? Ну, как бы можно, это не проблема. Насколько это было бы корректно, ну, это другой вопрос. Но, в принципе, вот эта practice, она здесь как бы левая. А вот эта вот штука очень хорошая. Things have changed. В принципе, здесь время может быть и обычное прошедшее, но очень часто вот эта фраза, она именно с перфектом. И, кстати, обращаем внимание, что у нас now стоит. И present perfect, и ничего, всё нормально. Это не проблема. Now запросто может быть с перфектами, особенно если это present perfect или present perfect continuous. Значит, если мы встречаем вот такую вещь, по большому счёту, это situation has changed. И переводить это, и понимать это надо соответствующе. Мы не говорим, вещи изменились, понятное дело. У нас ситуация обычно изменилась. А в английском можно двумя путями это сказать. И так, и так будет хорошо. Едем дальше. Several years ago Merck, a global pharmaceutical company, was falling behind its rivals in sales. Несколько лет назад Merck, глобальная фармацевтическая компания, начала отставать от своих конкурентов в продажах. Ну, имеется в виду в продажах готовой продукции. Значит, вот это вот-вот монстр читается pharmaceutical. Никак иначе. Не pharmaceutical, не дай бог, так нельзя читать. Далее, слово global. Если мы его встречаем в сочетании с company, или там firm, или corporation даже, это транснациональная корпорация. Ну, то есть глобальная по-другому. То есть это TNK так называемый. Далее, fall behind. Фразовый глагол, очень хороший и очень часто используемый. Отставать. Обращаем внимание, что дальше предлогов никаких не надо. Сразу, значит, после behind, вот напишем это вот так. Somebody пусть будет. Отставать от кого-то. И далее отставать от кого-то в чём? In sales. В продажах. Слово rivals. Чем его можно было бы заменить? Ну, здесь, понятное дело, не враги и не противники, это конкуренты. Поэтому здесь было бы нормально сказать слово competitors. Это тоже окей. To make matters worse, patents on five blockbuster drugs were about to expire, which would allow cheaper generic products to flood the market. Что делало дело ещё хуже, срок действия патентов на пять самых популярных лекарств скоро истекал, что позволит в будущем создавать аналогичные продукты, более дешёвые, чтобы наводнить рынок. Итак, значит, to make matters worse. Вот это тоже классная фраза, просто супер. Если дословно сделать дела ещё хуже, ну, понятно, что мы так не говорим, это просто надо запомнить. Это дословно не переводится, но очень часто оно именно в начале предложения стоит. Это, по сути, sentence adverb, если угодно. Ну, просто такой sentence adverbial, то есть наречие или, скажем так, фраза целая, которая характеризует целое предложение. Можно сказать, хуже того, и дальше, собственно, мысль. Далее, очень интересно вот это, blockbuster drugs. Мы привыкли, что блокбастерами могут быть фильмы, но чтобы лекарства были блокбастерами, и да, они могут быть. Blockbuster – это универсальное слово. По сути, если блокбастер заменять на что-то другое, это the most popular. Поэтому ничего тут такого нет, это абсолютно нормально. Почему здесь поставили блокбастер? Ну, потому что, как и фильмы, это тоже продаётся. И это продаётся, ну, в больших количествах. Точно так же, как билеты в кино продаются в больших количествах. Не надо бояться этого слова. В принципе, оно понятно. Единственное, что я уверена, что большинству это будет странно, но можно. Можно себе это запомнить. Blockbuster goods, blockbuster products, может быть. Ну, то есть вместо drugs может быть любая продукция. Далее вот это, patents, обращаем внимание на предлоги. И далее, we're about to expire. Как это понять? Когда у нас be about to, это очень классная тоже вещь. По сути, это модальная структура. Это показывает ближайшее будущее, которое обязательно осуществится. И оно вот-вот уже настанет. Вот-вот уже на пороге стоит. То есть вот-вот закончится. Имеется в виду срок патентов. Здесь по аналогии со сроком годности. Слово expire очень часто на продукции, которая имеет срок годности, пишется expiry date. Ну, на документах тоже пишется expiry date. То есть срок, до какого срока это всё действует. И поэтому патент тоже имеет срок годности. То есть когда у меня patent on something expires. То есть срок патента на что-то истекает. И дальше обычно дата какая-то стоит, когда он там истекает. Слово срок здесь нигде нет. Его надо додумывать. Ну, не патент же сам истекает, естественно. Или заканчивается. Можно и так сказать. Можно ли здесь поставить слово finish? Ну, лучше не ставить. Потому что каждый раз, когда срок заканчивается, неважно срок годности, срок действия документа или чего, это expire, это не finish и не end. Едем дальше. Allow, в принципе, ясно. Would здесь стоит, потому что это будущее с точки зрения прошедшего. Это более чем логично, учитывая то, что здесь предсказание будущего, которое точно будет, да, относительно прошлого. Ну и что? Кстати, два будущих времени подряд. Ну, одно показано при помощи модального глагола, а другое при помощи future in the past. То есть тоже вариант, как сделать так, если вот у меня два будущих подряд, чтобы не тыкать везде воды. Далее, cheaper generic products. Ну, cheaper ясно. Вот это generic products. Что это такое? Ну, в данном контексте это безымянные аналоги. Но вообще говоря, когда встречается слово generic, это так и говорится. Generic. Или, скажем так, генерические препараты. Поэтому generic drugs. Понятно, что мы не будем говорить generic, но при этом надо понимать, что это нормальный термин, и так это делается. Вакцины могут быть generic, препараты могут быть generic. Вот pharmaceutical industry, это очень частое выражение. И это непатентованные, безымянные препараты. Ну, как безымянные они есть, у них есть торговое название. Но это название no name, как говорится. То есть оно никому ни о чём не говорит. То есть это непатентованные препараты. То есть любой может взять эту технологию, и она уже в свободном доступе, и производить эти таблетки согласно технологической карте, согласно спецификации. И отчислений за патент уже не надо платить. Ну, вот те из нас, которые помнят пандемию, помнят, сколько было вакцин. Ну, вот большинство этих вакцин были дженериками, на самом деле, вакцины Pfizer. Итак, значит, to flood the market. Затопить рынок, если дословно. Ну, завалить рынок. Мы не говорим затопить, мы говорим завалить рынок. Обычно чем-то дешёвым, доступным. In interviews with the press, Эдвард Сколник, Merck's research director, presented his plan to restore the firm to preeminence. В интервью прессе Эдвард Скольник, директор по исследованиям компании Merckx, презентовал свой план, чтобы вернуть фирме былую славу. Вот это классное выражение. To restore the firm to preeminence. Обращаем тоже внимание на предлоги. Это хорошая фраза, её тоже желательно знать. Иногда ещё притяжательное местоимение сюда ставят, но это не обязательно делать. Кильду, his strategy was expanding the company's reach into the anti-depressant markets, where Merck had trailed behind, while competitors like Pfizer and GlaxoSmithKline had created some of the best-selling drugs in the world. Ключом в его стратегии было расширение влияния или деятельности компании на рынок антидепрессантов, где Merck плелась в хвосте, тогда как её конкуренты, такие как Pfizer и GlaxoSmithKline, создали самые лучшие, или лучше всего продаваемые лекарства в мире. Expand, вот это классное тоже выражение, the company's reach into, и дальше там какой-то market. В принципе, market может быть кого угодно и чего угодно. А почему так? Потому что reach – это вот вытянуть руку, когда мы куда-то руку протягиваем, вот это наш reach, скажем так, то есть досягаемость. Поэтому увеличить досягаемость, если совсем дословно. Вместо маркета может быть, в принципе, любая сфера деятельности. Это просто здесь такой контекст, здесь тема такая. Но на самом деле это может быть area, это может быть domain, это может быть там ещё чего-нибудь такое. Обращаем внимание, что now у нас будет into, а влияние будет reach. И далее вот это хорошее выражение, trail behind. Обращаем внимание, что здесь past perfect неудивительно, потому что компания плелась с хвостей ещё до того, как у неё начались проблемы с патентами. Ну и дальше, в принципе, всё здесь более-менее ясно. Best selling вот у нас уже. Это то же самое blockbuster drugs. Можно и так это видеть. Ну и опять past perfect, потому что и Pfizer, и вот эта вот большая компания с каким-то страшным названием, они создали всё это до того, как, в общем, до директора дошло, что надо куда-то там расширяться. Чтобы доминировать в будущем, сказал он одной медиакомпании, это вот этот вот чувак, Эдвард, нам нужно доминировать в центральной нервной системе, что бы это ни значило. Но здесь интересная подоплёка. Значит, remain dominant in the future. Ну здесь, в принципе, всё очевидно. Медиакомпании тоже очевидно. А вот это, dominate the central nervous system, можно понимать двояко. Как в отношении антидепрессантов, так и в отношении того, что, ну, чтобы убедить людей всё это покупать, всё это добро, нужно доминировать над их нервной системой. Ну, в каком-то смысле, промыть им мозги. Поэтому где-то это должно опуститься аж на уровень central nervous system. Это вот такая вот интересная игра слов. Итак. Его план держался или основывался на успехе экспериментального антидепрессанта под кодовым названием МК-869. Итак, на что здесь обратить внимание? Здесь вот это классное выражение Hinged on. Если копнуть историю этого выражения, это как бы висеть, как дверь висит на петлях. Вот примерно так. Hinged – это петля дверная. Понятное дело, что мы не о дверях здесь говорим, и не о петлях. Поэтому здесь будет основываться на... Это можно было бы иначе сказать. Was based on. И это тоже было бы верно. Ну вот, примерно вот это и есть петли, на которых она висит. Вот это Hinged on. Ну а это у нас дверь. Чтобы было понятно, что я тут такое нарисовала. Далее. Значит, на чем основывался? На успехе. И далее вот это Codename. Дословно, понятное дело, здесь невозможно это перевести. Это прилагательное, которое образовано от действия. Give a codename. То есть кодовое имя. Иными словами, Codename – это уже действие. И от этого мы имеем Codenamed. Какой? Будучи еще на стадии клинических испытаний, это был новый вид медицинского препарата, который использовал химию мозга, инновационным образом, чтобы усилить ощущение благополучия или чувство благополучия, чувство счастья, если уж на то пошло. Значит, здесь вот эта часть, здесь не зря стоит запятая, это по сути оборот. Вот это все можно было сказать так. Still being in clinical trials. Здесь по сути это имеется в виду, но поскольку being очень часто вылетает из оборотов, все понимают, что он там должен быть, и поэтому его выбрасывают. Поэтому еще будучи на стадии клинических испытаний. Здесь нет слова стадия, оно подразумевается. И далее new kind of – новый вид. Далее слово medication. Medication – это медицинский препарат в самом общем смысле слова. Это почти то же самое medicine, но medicine – оно такое более разговорное, medication – это как бы больше коммерческий термин. Ну, я не уверена насчет научного, не могу сказать. Но то, что в коммерции в основном это medication – это, собственно, лекарственный препарат, не более того. Далее exploited. Exploit – это use, по большому счету. Эксплуатировать. Utilize. Далее brain chemistry – химия мозга. Такое выражение действительно есть. То есть баланс химических веществ, которые у нас в мозгу, которые отвечают за наши гормоны, и всё вот это, все эти дофамины наши и прочее. Поэтому химия мозга – вполне себе научный термин. Это химические процессы в мозгу имеется в виду. И далее – to promote feelings of well-being. Мы привыкли, что promote – это что-то продвигать, promotion какой-то. Ну, в принципе, так и есть, чтобы продвинуть, но здесь имеется в виду распространить, усилить, если угодно. То есть в этом контексте – это emphasize. Ну и well-being можно заменить на слово happiness – это тоже будет правильно. Благополучие – такое в самом общем смысле слова. Имеется в виду психическое благополучие в первую очередь. The drug tested extremely well early on with minimal side effects. На ранних стадиях тестирования лекарство очень успешно прошло все эти тесты с минимальными побочными эффектами. Итак, side effects – побочные эффекты. Все дословно. Оно может быть и в единственном числе. Не обязательно во множественном его ставить. Ну, просто как уже здесь, так и будет. Далее. Early on. Зачем нам вот это on? В принципе, его можно не ставить. Но здесь его ставят, чтобы показать, ну, такую временной континуум. Шкалу времени, то есть они надеялись на то, что раньше, как бы раньше периодом происходило то-то, то-то. То есть, когда мне вот надо вот эту вот протяжность времени показать от одного события к другому, очень часто встречаются такие выражения. Behind the scenes, however, MK 869 was starting to unravel. Но за кулисами MK 869 начал давать сбои. Вот здесь уже интересно. Ну, во-первых, behind the scenes – интересное выражение. Вот дословно за сценой, как бы за кулисами. То есть, в тайне от общественности, будем так говорить, не все это знали. То есть, это не значит, что это какая-то сумасшедшая была тайна, но это было известно только тем специалистам, которые непосредственно с ним работали, которые все эти тесты проводили, и вот они знали, что у него не всё так с ним идеально. However, обращаем внимание, он стоит у нас посредине, но при этом он, надо понимать, что он относится к началу предложения. However, запятая, можно было бы так сказать, а потом behind the scenes. Тоже окей было бы. А далее вот это was starting to unravel. Ну, was starting, ладно, это ещё куда не шло, ну, начинал, ну, мало ли, там, может, процесс. А вот это unravel, это что? Здесь unravel в немножко необычном виде, потому что в основном, обычно это распутываться как-то, раскрываться. Ну, не знаю насчёт раскрываться, возможно, дальше будем видеть. Возможно, он здесь и в самом обычном своём значении. Ладно, напишем его как раскрыться, но может ещё быть как развернуться, то есть показать себя как бы. True. Many test subjects treated with the medication felt their hopelessness and anxiety lift. Действительно, многие подопытные, которых лечили этим препаратом, чувствовали, что их чувство безнадёжности и беспокойства растёт. Lift в данном случае это grow. Далее, anxiety. Я его anxiety почему-то прочитала. Почему непонятно? Anxiety – это правильно, не anxiety, естественно. Anxiety – это беспокойство. Причём такое обычно ничем не обоснованное. Ну, вот, напишем это сюда. Это беспокойство на грани страхов. Немотивированные страхи, какие-то необоснованные побаивания чего-то. Вот это anxiety. But, so did nearly the same number who took a placebo, a lookalike pill made of milk sugar or another inert substance given to groups of volunteers in subsequent clinical trials to gauge the effectiveness of the real drug by comparison. О, какое предложение. Но такие же результаты показало примерно похожее количество людей, которые принимали плацебо. Похожую таблетку, которая состояла из молочного сахара или любого другого инертного вещества и давалась группам волонтёров в последующих клинических испытаниях, чтобы замерить эффективность реального препарата путём сравнения. Итак, значит, nearly the same number. Почти такое же количество. Что вот это за did такое? Did – это для того, чтобы не ставить вот это вот felt. Вот что у нас did. Здесь можно было but so felt nearly the same number и т.д. и т.д. То есть это тоже было бы окей. Это для того, чтобы не повторяться. Took a placebo. Принимали плацебо. И далее lookalike pill. Похожая таблетка. Обращаем внимание, что оно через дефис должно быть. Иногда его и вместе пишут. Это не проблема. Причём это очень похоже. Это абсолютно внешнее сходство. Употребляется не только, конечно, по отношению к таблеткам. В принципе, и к людям так можно говорить. То есть человек, который очень-очень на меня сильно похож. Внешне, как правило. Далее, inert substance. Инертная субстанция. То есть вещество, которое не вступает в реакцию с окружающей средой, ну и с организмом в данном случае. Далее, какое, которое давали. Здесь нет «которое» и нет пассивной конструкции как таковой. Но этот past participle – это урезанный passive voice. Можно было бы сказать that was given. И это тоже было бы окей. Далее, subsequent clinical trials. Ну, trial у нас уже было. Это испытание. Subsequent – это последующий. Мне негде это написать. Ладно, пусть так будет. И далее вот это to gauge. Это to measure, иными словами. Можно даже register сказать так. И далее, что именно? Измерить или зарегистрировать эффективность реального препарата. Как? Путём сравнения. By comparison. By – это by means of имеется в виду. Ultimately, Merckx venture into the antidepressant market fails. В конце концов, попытка Merckx попасть на рынок антидепрессентов провалилась. Ultimately – бесподобное слово, просто бесценное. В конечном итоге, можно и так сказать. Далее, venture. Это по большому счёту ещё один вариант слова try. Но try в роли не глагола, а существительного. Здесь venture связано с вот этим into. Это вообще интересное выражение. Скажем так, решиться, отважиться, куда-то войти. Ну или что-то сделать, скажем так. Отважиться. Можно и так. Ну и здесь интересно, потому что market у нас дальше стоит. А вот это the antidepressant. Antidepressant в данном случае – это прилагательное. Мы помним, что в цепочке существительных последнее всегда самое главное. Всё остальное отвечает на вопрос «какой?». Поэтому рынок антидепрессантов. Мы, конечно, не говорим «антидепрессанский рынок». У нас так не принято. Но суть здесь именно такая. На жаргоне этой индустрии, ну имеется в виду фарма, опыты пересекли границу бесполезности или границу тщетности, будем так говорить. Значит, in the jargon, обращаю внимание, jargon как language. Это слово ведёт себя точно так же, как если бы здесь language стояло, там French, Italian, English какой-нибудь. Это жаргон, сленг, но лучше жаргон, потому что когда речь идёт о профессиональном жаргоне, это именно jargon должно быть. Далее. Cross the futility boundary. Ну здесь просто его надо знать. Тут такое дело, понятно, что не граница бесплодности. Мы не об этом говорим. Граница тщетности. То есть смысл такой, что когда мы делаем слишком много экспериментов с одним и тем же препаратом, мы доходим до ситуации, когда, как бы мы ни экспериментировали, препарат становится хуже. Он показывает себя всё хуже и хуже в наших тестах. Напишем, наверное, не граница, а предел бесполезности или предел тщетности. Возможно, те из нас, которые имеют дело с фармой или с медициной, скажут, как это лучше написать. Ну, я, опять же, не медик и ни разу в Big Farm никогда нигде не присутствовала. Поэтому, в общем, пишем, как умеем. То есть клинические испытания были в таком ключе и в таком количестве, что в какой-то момент просто они потеряли всякий смысл. Случай с МК-869 был не единственным случаем, когда медицинский прорыв, который так долго ожидали, свёлся на нет за последние годы из-за эффекта плацебо. Итак, much awaited, обращаем внимание на вот это интересное выражение, долгожданный медицинский прорыв или долгожданный прорыв в медицине, будет, наверное, правильнее говорить. Much awaited – это прилагательное, но оно образовано от participle второго, это participle adjective, ну, окей. Далее, to be undone – вот это интересно. То есть здесь инфинитив, пассивный, и что это вообще такое? Так вот, эта вещь тоже играет роль прилагательного, по сути. Оно отвечает на вопрос, какой. Но эта штука может стоять только после существительных и только в форме инфинитива. Мы знаем массу таких выражений, допустим, work to do. Единственное, что в основном такие структуры с активным инфинитивом используются, но не запрещено и пассивный ставить, если надо. Ну, здесь вот пассивный стоит. Вот, breaks through to be undone, то есть такой, который сведён на нет. Be undone – быть как бы сделанным наоборот, быть сведённым к нулю, тоже можно так говорить. Далее, in recent years – за последнее время. Здесь present perfect стоит, потому неудивительно, что in recent years у нас. И далее, кем, чем – эффектом плацебо. And it's not only trials of new drugs that are crossing the futility boundary. И это не единственное исследование новых препаратов, которые достигают порога тщетности. Про порог тщетности было в предыдущей части. Futility boundary, я уже где-то это писала. Где оно? Вот оно. Вот оно здесь. Предел тщетности или порог, как угодно. Обращаем внимание на crossing – пересекать. Не просто достигать, а пересекать. Достичь можно, но можно не пересечь. Некоторые продукты, которые десятилетиями были на рынке, не проходят более поздних или недавних медицинских тестов. Итак, здесь уже интереснее. Значит, опять present perfect, но окей. That – это уточнение, поскольку products здесь головное слово. Значит, that – это какие и дальше какие именно, которые были на рынке в течение decades. Вот досюда это все уточняющее предложение. То есть noun clause фактически. А далее действие. Falter – это провалить. То есть fail, иными словами. Они даже похожи. More reasoned – ну более поздний. А вот это вот что такое? Follow-up tests. Это последующие тесты. Ничего особенного, ничего тут нет страшного. Есть такое выражение. Можно next говорить. Можно further. Можно follow-up. То есть это, по сути, то же самое further. It's not that the old medications are getting weaker, drug developers say. Это не значит, что старые медпрепараты становятся слабее, говорят разработчики лекарств. Ну, здесь все лежит на поверхности. Get weaker – это слабеть. Ну, то есть действие их как бы ослабляется. В данном контексте это ослабить свое действие. Далее очень интересное вот это выражение – drug developers. Мы привыкли, что девелопер – это вообще-то, ну, программист, наверное, тот, который разрабатывает программное обеспечение. Но на самом деле лекарства тоже разрабатывают. А по большому счету где-то как программное обеспечение. То есть просто программируется формула, если так можно выразиться, и алгоритм его действия. Поэтому очень даже правомерно, drug developers. It's as if the placebo effect is somehow getting stronger. Это выглядит как будто эффект плацебо каким-то образом становится сильнее. Вот это somehow очень интересное. Можно говорить каким-то образом, а можно говорить, как это, по непонятной причине. Это тоже будет правильно. Далее, as if, как будто. The fact that an increasing number of medications are unable to beat sugar pills has thrown the industry into crisis. Тот факт, что все увеличивающееся количество медикаментов или лекарств не способно победить, или как это, обойти в соревновании таблетки из сахара, повергло индустрию в кризис. Вот это the fact that, бесподобная фраза, которую можно поставить где угодно и после нее свою мысль сказать. Это будет такой мостик переброса на другую мысль. Просто прекрасно. Далее, are unable, не способны. Cannot можно было бы поставить, это тоже правильно. И далее вот это, to beat sugar pills. Ну как это, побить сахарные таблетки что ли? На самом деле, одолеть сахарные таблетки, победить в данном случае. Ну, потому что оказывается, что от сахарных таблеток вроде тот же эффект, что от дорогих препаратов. И далее вот это очень хорошее выражение. Has thrown the industry into crisis. Повергло индустрию в кризис. Ну, если дословно бросило. Тоже хорошее выражение. The stakes could hardly be higher. Ставки вряд ли могли бы быть выше. Вот это stakes, это ставки. Ну, как в карточной игре имеется в виду. Едва ли могли бы быть выше. Здесь лучше с хадли начать переводить, потому что иначе ничего не понятно. И could здесь выступает в роли условия второго типа. Мы предполагаем нереальную вещь, поскольку в реальности ставки очень высоки. Ну, на кону репутация, большие деньги и вот это все. Чтобы получить одобрение федеральной администрации, если я не ошибаюсь, вроде бы по еде и напиткам, что-то такое, по продуктам питания в Соединенных Штатах, новые медикаменты должны быть лучше, показать себя лучше плацебо, как минимум в двух автентичных исследованиях. Ну, то есть отдельных друг от друга, независимых и вот это все. Итак, to win. Можно ли было здесь to get поставить? Да можно, в принципе, и to get, и to earn можно даже здесь иметь. Не обязательно to win, но to win красиво. То есть как бы выиграть одобрение. Далее, вот это FDA, это аббревиатура. Сейчас поищем, где она в книге. Она где-то должна здесь быть, где-то внизу. Ага, вот оно. Вот, вот оно где. Значит, администрация по еде и лекарствам. О, не drinks, а drugs. Значит, это агентство, федеральное агентство в США, которое отвечает за охрану общественного здоровья и обеспечение безопасности лекарств для людей. FDA, это не администрация по наркотикам, это администрация по лекарствам. Итак, approval, одобрение. И далее быть placebo, опять быть, ну, то есть показать себя лучше. То есть вот это можно было бы вот так сделать. Prove itself better. Это если мы быть не хотим. Далее еще then поставить, а далее уже placebo. То есть, как видим, замена-то есть, но она достаточно такая объемная. At least, как минимум. At minimum тоже было бы верно. Далее. In today's economy, the fate of a well-established company can hang on the outcome of a handful of tests. В реалиях современной экономики судьба солидной компании может висеть на результатах кучки тестов. Значит, в современной экономике это дословно. Здесь нет слова реалии, я просто его придумала для красоты. Далее, the fate. Судьба. Очень красиво сказано. И далее вот это. Well-established company. Ну, солидная, приличная компания. То есть, не какая-то там непонятно что, рога и копыта, а компания с мировым именем, с репутацией и все такое. Далее, hang on. Вот это интересное выражение. Как бы зависнуть. Здесь, как ни странно, все дословно. Это не тусить, как hangouts. И не висеть на телефоне. Это имеется в виду depend on. Вот его синоним. Зависеть. Вот, кстати, если мы посмотрим на слово зависеть, зависеть как бы. И далее outcome, результат. Можно result было поставить, тоже верно было бы. И handful of tests. По большому счету это few tests. То есть, маленькое количество тестов, кучка там какая-то, совсем незначительно. Но, тем не менее, это может решить судьбу рынка, препарата, компании и кучу рабочих мест. И так далее, и так далее. Итак, why are fake pills suddenly overwhelming promising new drugs in established medicines alike? Почему же тогда поддельные таблетки внезапно побеждают многообещающие новые препараты и очень известные медицинские препараты также? Здесь у нас overwhelming. Это очень хорошее слово. Это present continuous. Overwhelm. Это победить, преодолеть, иметь значительный перевес. Вот примерно картина, когда цунами сметает там всё на своём пути. Вот это overwhelming. Далее, promising в данном случае это многообещающий. Здесь нет много, его надо придумывать. Но именно это имеется в виду. Перспективный, можно и так сказать. И далее вот это интересное выражение. Established medicines. Ясное дело, что established здесь это не установленный. Это, скажем так, имеющий репутацию. Известный. Причём имеющий репутацию в хорошем смысле этого слова. Иногда можно встретить его аналог вот такой. Well established. Это вот дословно имеющий хорошую репутацию. Хорошо известный. За хорошо себя зарекомендовавший. Вот тоже вариант. И далее у нас state alike. Это тоже самое about, по большому счёту. То есть, как одни, так и другие одолевают. Как новые препараты, которые вроде бы как должны быть эффективными, так и старые препараты, которые всем известны и известны своей эффективностью. The reasons are only just beginning to be understood. Мы только сейчас начинаем понимать причины. Ну, почему так? Ответ на этот вопрос why. Это не дословный перевод, потому что дословно здесь будет passive voice и будет полная чепуха. То есть, причины только начинаются быть понимаемы. Что это вообще такое? Это пример того, как пассив не всегда можно удачно перевести. Это иногда может быть большая проблема. Поэтому, когда мы видим, что у нас passive voice, в половине, наверное, случаев лучше переводить его активом, а не пассивом. Целая сеть независимых исследователей тщательно или настырно раскрывают или даже раскапывают внутренний механизм действия и потенциальное применение эффекта плацебо. Итак, a network of independent researchers. Вот это a network. Это сеть. Не путать с паутиной. Это разные вещи. То есть, если мы схематически это изобразим, то вот узлы, грубо говоря. И вот один researcher, второй researcher, третий. И вот это вот примерно будет network у нас. Далее вот это интересное слово, doggedly. Это очень классное выражение. Doggedly – это настырно, упорно. Эту же фразу можно было бы сказать, как мы любим. A network of independent researchers is working hard to uncover. То есть, когда у нас doggedly uncover что-нибудь, можно и вот так сказать. Work hard to uncover. На два слова больше. Далее, вот это интересное выражение – inner workings. Можно это перевести как внутренний механизм. Можно и как внутренняя структура это понимать. Но мне больше нравится механизм, учитывая то, что мы говорим об эффекте и о действии. Поэтому будет правильнее сказать механизм. Ну вот лучше сюда это напишем. Можно ли было сюда сказать inner mechanism? Да, конечно, можно. А можно еще сказать principle of action или way of action. Тоже как вариант. Это то же самое. Ну и далее potential applications. Это тоже интересное выражение. Это не applications, которые приложения в наших смартфонах и в наших гаджетах. Это применение. То есть, потенциальное использование. Потенциальное применение всего этого. Здесь application равно usage или use. A psychiatrist, William Potter, who knew that some patients really do seem to get healthier for reasons that have more to do with a doctor's empathy than with the contents of a pill, was baffled by the fact that drugs he had been prescribing for years seem to be struggling to prove their effectiveness. Вот предложение классное. Психиатр или психотерапевт, William Potter, который знал, что некоторые пациенты действительно, кажется, выздоравливают по причинам, которые больше имеют связи с сопереживанием доктора, чем с содержанием таблеток, был в недоумении от того факта, что лекарства, которые он предписывал пациентам годами, оказывается, едва ли могут доказать свою эффективность. Значит, почему у нас такое большое вообще предложение получается? Во-первых, у нас psychiatrist, и далее у нас вот это complement. Оно стоит в запятых, здесь ничего не видно, но здесь подразумеваются две запятые. То есть, William Potter уточняет psychiatrist, этого имени могло здесь не быть. Далее у нас следующее уточнение, которое уточняет в свою очередь эти два слова. Какой психотерапевт? Какой William Potter? Который знал, а дальше у нас начинается object clause. Вот отсюда и досюда. Фактически это indirect speech, косвенная речь. То есть, он знал, и дальше что он знал? Вот это всё, которое находится здесь в двух строках. Далее, вот это really и do. По большому счёту дублируют друг друга. Они здесь для усиления, то есть, не просто один раз усилить, два раза усилить, сказать одно и то же как бы. И далее seem это linking verb. Его можно вообще было бы здесь не использовать, но можно и использовать, если хочется. И далее у нас основной инфинитив. Вот он, наконец-то. То есть, действительно, кажется, здесь лучше с этого начать, что некоторые пациенты становятся здоровее. Get healthier. Это выздоравливать, становиться здоровее. Далее обращаем внимание на предлоги. For reason. По причине. И далее обязательно that. Потому что у нас указана причина. То есть, у нас, по большому счёту, в придаточное уточняющее предложение вложено indirect speech, в который, в свою очередь, вложено ещё дополнительное уточняющее предложение, которое уточняет вот это слово reason. Далее вот это хорошее. Have more to do with doctor's empathy than. Это стоит выписать. It has more to do with. И дальше something. А дальше then. И дальше ещё одно something, которое у меня здесь не помещается. Это имеет больше отношения к тому, чем к этому. Это очень классное выражение, его надо запомнить. Я написала к этому и к тому. Этому это вот это something. А тому это будет вот это something. Далее. Это имеет. It has more. Здесь, собственно, дословно всё. Но. Больше это у нас more, а отношение к, это вот это to do with. Have something to do with. Иметь отношение к чему-либо. Иметь связь с чем-либо. То есть, что-то вызывает что-то. Или что-то как-то связано с чем-то. Далее. Обращаем внимание, что перед reasons у нас for. Далее. Empathy. Сопереживание. Не путать с sympathy. Это сочувствие. Сопереживание и сочувствие – это разные вещи. А далее начинается, собственно, сказуемое. Потому что мы помним, что всё, что досюда, здесь запятая, её опять же не видно. Всё, что досюда – это было уточняющее предложение. Которое вот началось здесь и закончилось вот здесь. А теперь нам нужно действие. Вот оно. Was baffled. Это пассивная конструкция. Был озадачен. Был даже в недоумении. Можно и так сказать. Это очень хорошая, кстати, вещь, чтобы не говорить слово shocked или что-нибудь такое. Потому что это очень разговорно и очень сильно. А если я не хочу так сильно? И далее. By the fact. У нас агент действия стоит дальше. Поэтому by. А дальше этот факт уточняется. И он уточняется ещё одним предаточным предложением, которое тоже на две строчки. The drugs. He. Дальше. У нас стоит that. Это соединитель, не более того. Дальше вот это подлежащее. А дальше опять уточнение. Вот эта вот часть досюда. Это тоже уточнение слова drugs. Какие лекарства, которые он предписывал годами. Далее действие. И здесь опять linking verb. Опять sim. Два sim в одном предложении. Но у нас специфика здесь просто текста такая. У нас предположение. Поэтому везде sim. Далее. To be struggling. Это continuous infinitive. То есть это на данный момент имеется в виду, что сейчас кажется, что те таблетки, которые он годами людям предписывал пить, оказывается, что сейчас они едва доказывают свою эффективность, если вообще таковую доказывают. Вот какой здесь посыл. Поэтому здесь continuous infinitive поставили. Когда мы видим struggle, а дальше to do something. Когда у нас вот такая штука, это значит have difficulty to do something. Или while doing something. Тоже вариант. То есть с трудом что-то делать. Ну как бы получается, но это настолько тяжело, что это almost fail, как говорится. Ну почти не получается. То есть так и можно написать. И далее вот это to do something – это у нас proof – доказать свою эффективность. Во какое предложение. Просто клад всего интересного. Thinking that a crucial factor may have been overlooked, Potter calmed through his company's database of published and unpublished trials, including those that had been kept secret because of high placebo response. Еще одно длинное предложение. Считая, что, наверное, был пропущен какой-то очень важный фактор, Potter прочесал базу данных своей компании на предмет опубликованных и не опубликованных результатов исследований, включительно с теми, которые хранились в секрете из-за высокого эффекта плацебо. Или, скажем так, из-за значительных результатов, показавших высокий эффект плацебо. Здесь опять кладезь интересных выражений. Думая. Здесь у нас participle structure. Вот оно, где заканчивается. Это зависимый идеепричастный оборот. У нас один делатель и в обороте, и дальше в главном предложении. Далее. У нас не просто оборот. У нас оборот, в который зашита объясняющая тоже структура, что думая. Думая о том-то, о том-то. И далее that. И далее, что именно мы думаем. То есть не обязательно говорить of и about. Можно сделать целое предложение. Это предаточное предложение здесь. И далее обращаем внимание на вот это. Здесь предположение относительно прошедшего времени с небольшой долей уверенности. То есть это уверенность 30% в лучшем случае. Он предполагал или предполагает, что что-то было пропущено. Вот это вот overlooked, это missed, по-другому говоря. Crucial factor. Важный фактор. Можно, конечно, important было поставить. Это тоже окей. Далее вот это классное выражение. Calm through. Это классический такой фразовый глагол. Прочесать. Можно brush up еще было бы сказать. Его легко запомнить, потому что дословно. Calm – это гребешок для чесания. А с ru через. Поэтому очень-очень все логично. Далее. Что он там прочесал? Базу данных. Обращаем внимание на притяжательный падеж. Да, притяжательный падеж может с неодушевленными предметами стоять. Особенно, если это организации какие-то. Далее. База данных какая? Опубликованных и неопубликованных тестов. И далее. Почему здесь тире? Потому что здесь можно было бы использовать слово also. As well. Также. Почему его не поставили? Ну, не поставили и не поставили. Можно и так делать. Включительно с теми. Здесь нет с. Including подразумевает с. А далее вот это kept secret. Had been kept secret. Обращаем внимание на past perfect. Здесь passive тоже стоит. Потому что, ну, они сами себя в секрете не хранили, естественно. Их хранили в секрете. Их до того хранили в секрете. До того, как он начал прочесывать базу данных. Опять же, речь идет о прошлом. Предпрошлом, если угодно. Потому что, во-первых, мы говорим о факте, что Поттер был в шоке от результатов исследований. А потом он начал прочесывать базу данных тех исследований, которые были до того, как он был в шоке. Вот поэтому здесь past perfect. Далее, keep secret, очень хорошее выражение. Хранить в секрете. Обращаем внимание, что без предлогов должно быть. Если дословно, хранить секретным. Можно, конечно, говорить засекретить. Ну, тоже вариант, это как бы то же самое будет. Хранить в тайне тоже можно. И далее вот это интересное. Because of, обращаем внимание, что у нас of должно быть. Почему? Потому что у нас дальше после because нет предложения. Because of тогда, когда дальше предаточное предложение. У нас его нет. Так вот, если его нет, если там просто какое-то существительное, может быть, там еще зависимые от него слова, то есть фраза, словосочетание, тогда нужно обязательно of, потому что иначе мы к because эту фразу не привяжем. И далее high placebo response, если дословно, высокий отзыв плацебо. Ерунда какая-то, естественно, получается. Если мы видим такое, это высокие результаты. Будем так говорить, здесь не то, что результаты, здесь высокие цифры результатов. И далее показавший эффект плацебо. Да, это очень длинно. Ну, что делать? Я не знаю, как это лучше сказать. Откуда вот такое количество слов? Это из-за вот этого response. Почему? Потому что обычно в результате лабораторных тестов мы имеем какие-то величины. Вот эти вот результаты, которые снимаются измерений, они обычно называются response. То есть прибор как бы нам отвечает на наш запрос. Поэтому получается вот так длинно. Его команда накопила результаты исследований за десятилетия по тестам антидепрессантов, ища определенные закономерности и пытаясь увидеть, что же изменялось в течение определенного времени. Значит, ну, team, понятно, aggregated. Aggregate – это накопить, сосредоточить, будем так говорить. По-другому говоря, это gather. Далее, findings, если дословно находки. Это находки от десятилетий, здесь предлог стоит, оно связано, от десятилетий тестов лекарств антидепрессантов. То есть это по большому счету, вот это findings, это test results. Далее, trial – это тест, собственно говоря. Далее, ища, они для чего накапливали эти, или собирали, скажем так, все эти данные, они искали определенные закономерности. Слово pattern – очень классное слово. Это не паттерн, не узор в данном случае. Нужно смотреть, о чем мы говорим. Это закономерность. То есть, если у нас, грубо говоря, график зависимости чего-то там, а от б какого-то, и вот он у нас сначала там растет, растет, потом выходит на плато, потом резко обваливается вниз, потом он опять растет, растет, выходит на плато, и опять обваливается вниз. Вот это pattern. Ну вот можно сказать, что мы имеем pattern. То есть нам нужно для этого огромное количество данных, чтобы увидеть этот pattern, потому что за один, за два измерения мы это не увидим. Вот как у них десятилетие результатов. И увидите далее what was changing, что изменялось, здесь процесс, в течение какого-то периода времени, ну имеется в виду за эти десятилетия. What they found challenged some of the industry's basic assumptions about its drug-vetting process. То, что они обнаружили, поставило под сомнение очень многие основные положения, принятые в этой индустрии относительно процесса тестирования лекарств. Итак, what they found, это у нас подлежащее. Да, подлежащее может быть и таким. Дальше challenged, это действие. В данном случае challenge, это понятное дело не бросить вызов, хотя суть здесь именно такая. Я бы сказала, что здесь это оспорить. То есть по большому счету это question, поставить под вопрос, поставить под сомнение, или doubt. Но doubt это сомнения такие субъективные довольно-таки. А challenge, equation, это вот на основе каких-то более-менее объективных данных. Ну, здесь, собственно, это мы и имеем. Далее. Some of the industry's basic assumptions. Assumption, очень интересное слово, от него из действия, assume. Это как бы основные положения. То есть когда мы, перед тем, как делать выводы, или вообще делать что-либо, мы принимаем как аксиому какие-то определенные вещи. Я бы, наверное, сказала не положение, а допущение. О, вот так вот лучше. То есть допустим, что вот это вот так. Те из нас, которые помнят геометрию, все эти теоремы, обычно вот там это возникает. Допустим, что а равно b. Вот это и есть assumption. То есть мы допускаем, и на основе этого делаем какие-то умозаключения. Далее. Basic показывает, что это самые базовые, самые основные. Здесь можно general было бы поставить. Это тоже было бы окей. И далее вот это drug vetting process. Ну, процесс, в принципе, ясно. Drug vetting – это drug testing. Не более того. Это не витирование какое-то. Очень часто это выражение используется в контексте тестирования на наркозависимость. То есть имеет ли препарат в себе нарковещества какие-то. Тест на запрет. То есть запрещать, не запрещать свободный доступ. Но здесь контекст есть. Поэтому из контекста будет понятно, что это просто тестирование лекарств. Не более того. Здесь тестирование на плацебоэффект, а не на наркосодержащие добавки. Итак, assumption number one was that if a trial were managed correctly, a medication would perform as well or badly in a Phoenix hospital as in Bangalore clinic. Допущением номер один было то, что если испытания проведены правильно, медпрепарат будет работать одинаково хорошо или плохо, как в госпитале города Феникс, так и в клинике города Бангалор. Феникс в Штатах, Бангалор в Индии. Итак, начнём со слова assumption. По-моему, я уже его писала, но поскольку здесь оно прямо в самом начале, напишем его ещё раз. Exumption – это положение. Даже будет правильно сказать допущение. Вот так сделаем. То есть, мы изначально допускаем какие-то вещи, принимая их как данность. Допустим, что А равно Б, тогда С равно А. Вот это и есть assumption. Далее очень интересно вот здесь. Exumption number one, допустим, это всё одно целое, здесь ясно. Дальше was стоит. Окей, тоже может быть. Было. Ну, окей. Дальше that. Тоже ладно, пусть будет. Значит, явно напрашивается какая-то косвенная речь или что-то в этом духе. И всё бы ничего, но дальше у нас стоит if. Что это за if такое? Если это косвенная речь, if – это вопрос. Но здесь нет вопроса. И действительно здесь нет вопроса. Это условие. Когда мы имеем условие в косвенной речи, у нас возникает некоторая проблема. Потому что в косвенной речи if, если мы поставим, это обычно вопрос. Общий вопрос. При определённых обстоятельствах там нужно смотреть на сказуемое, но это уже, как говорится, дело десятое. Короче говоря, если мы, например, встречаем такое they said, здесь может быть asked, может быть что угодно, далее if, и далее чего-то, чего-то, если у нас такая штука, дальше обычно indirect question. Что делать, если мне не indirect question надо, если в indirect question ещё как-то if можно объехать, можно ways поставить, ну не знаю, придумать что-нибудь, с условием if объехать нельзя. Оно просто должно быть. И возникает тогда дилемма. Как сделать так, чтобы и условия поставить, и косвенную речь иметь? Здесь есть одна уловка. Если у меня условие полноценное, то есть у меня главное и предаточное предложение, я могу начать не с предаточного, с if, а с главного. И сделать так, у меня здесь будет main clause, это в моей косвенной речи, а далее if clause, вот таким вот образом выйти из положения, то есть if запихнуть дальше. Условию от этого ни холодно, ни жарко, а согласование времён у нас будет. Но, если я не хочу идти на такие манипуляции, или допустим, у меня как такового main clause, какого-то явного нет, или возможно оно какое-то такое странное. Короче говоря, что делать, если я с if всё-таки хочу начать? И тогда у меня будет второй вариант. They said, и далее. Мне нужно that поставить, а потом уже if, а потом уже после него предаточное предложение, и потом главное. И это будет тоже условие, которое будет начинаться вот отсюда. А they said здесь соединитель, потому что ведь это повествование. Здесь нет вопросов, здесь нет повелительных наклонений, здесь ничего такого нет. Именно поэтому мы используем they, и дальше у нас if. Не надо бояться такого, это немножко кондово, это неудобно, это книжно считается, и поэтому обычно в разговорной речи такого избегают. Сложная структура. Но она есть, она правильная, ее можно использовать, если очень сильно хочется. Вот здесь они ее используют, но неудивительно, здесь academic reading, поэтому да, запросто может быть. Поэтому дальше у нас условие идет. If a trial were managed, обращаем внимание, что у нас were стоит, хотя trial, a trial у нас по идее единственное число, но мы же помним, что у нас условие. Здесь условие нереальное, второго типа. Если взять его относительно нашего вот этого прошедшего времени, здесь же у нас past стоит, и нас как учат, что если у нас past, то условие у нас должно быть третьего типа, потому что оно же относится как бы к прошедшему времени. Значит, третий тип. Но условие может, конечно, относиться к прошедшему времени, но оно может относиться к ситуации в общем и быть абстрактным. И здесь именно такой случай. Поэтому здесь тип второй. Он фактически аналог present simple. И здесь не зря его поставили, потому что это же assumption. Вот почему здесь тип второй. То есть мы принимаем как данность, что если бы проводилось вот так, то было бы вот так. Поэтому нам нельзя привязываться к прошедшему времени. Иначе получится, что в прошлом мы это так делали, поэтому так, а сейчас мы делаем иначе это не так. Получается, мягко говоря, не то, что мы хотим сказать. Поэтому здесь тип второй, а не тип третий. Далее. Medication would perform. Обращаем внимание, когда у нас perform, это не только исполнять роль, это ещё действовать. Можно по-другому сказать medication works. Это тоже окей. Далее у нас сравнение. У нас S стоит. Дальше well или badly, в зависимости от ситуации. А дальше вот второе S. И обращаем внимание, что у нас здесь артикль E. Перед госпитал и перед клиник. Мы привыкли, что hospital и клиник обычно Z. Почему здесь E? Потому что здесь как бы это сферическое в вакууме. Он не имеет в виду конкретную клинику в Бангалории или конкретную больницу где-то в Фениксе. Нет, это в общем. То есть посыл здесь такой, что в любой точке мира это лекарство будет одинаково действовать. Хорошо или плохо, это другой вопрос. Но если тесты были проведены правильно, какая разница, где вы его используете? Поттер выяснил, что географическое положение само по себе может определять результат. Ну, то есть результат действия лекарства. However, с него надо начать, потому что иначе мы не будем знать, куда его поставить. Далее. Geographic location. В принципе, здесь догадаться можно. Можно даже geographic слово не ставить. И так понятно. Далее. Determine the outcome. Вот это классное выражение. Определить результат. Можно ли было здесь define the outcome поставить? Ну, в принципе, да. Можно. Нюанс, конечно, будет. Потому что define, это мы как бы определяем изначально. То есть мы уже знаем outcome, дальше просто работаем на тот результат, который у нас уже как бы есть. Но это не совсем эксперимент, будем так говорить. Это больше похоже на подгонку под ответ. Determine, когда же мы используем, это значит, оно определяет по факту действия и эксперимента, или эксперимента. То есть determine лучше. Он как бы более, что ли, соответствует вот самому всему этому духу нашего текста. By the late 1990s, for example, the anti-anxiety drug diazepam was still beating placebo in France and Belgium. До конца 90-х годов, например, антитревожное, или, наверное, успокаивающее, будем так говорить, успокаивающий препарат diazepam всё ещё превосходил по результатам действия плацебо во Франции и Бельгии. Ну, здесь, в принципе, ничего такого нет. Обращаем внимание опять на эту фразу beating placebo, то есть побеждал плацебо, если дословно. But when the drug was tested in the US, it was likely to fail. Но когда этот препарат тестировали в США, он с большой вероятностью проваливался, не выдерживал конкуренции с плацебо. Was likely, по большому счёту, это in most cases, в данном случае, опять же. Conversely, a similar drug, Prozac, performed better in America than it did in Western Europe and South Africa. И наоборот, похожий препарат под названием Prozac действовал лучше в Америке, чем он действовал в Западной Европе и Южной Африке. Conversely – очень хорошая фраза. По-другому говоря, это можно сказать vice versa или alternatively. Далее, обращаем внимание it did – это в смысле it Prozac, а did – это performed. It was an uncertain prospect. FDA approval could change on where the company chose to conduct a trial. Перспектива была тревожной. Одобрение от FDA могло буквально висеть на волоске в зависимости от того, где компания выберет тестировать препарат или проводить тестирование. Итак, unsaddling prospect. Здесь лучше не говорить «это было тревожной перспективой», потому что, ну, во-первых, мы так не говорим, во-вторых, это как-то странно. Здесь, опять же, у нас academic reading, поэтому у нас очень-очень-очень формальный стиль, очень академичный, очень такое всё как надо. Здесь можно было иначе сказать «the prospect was quite unsettling». Это было бы абсолютно то же самое. Тревожная перспектива. Опять у нас hinge, оно уже было. «Висеть», ну, как дверь висит на петлях, примерно так. И обращаем внимание тоже «on», всё как у нас. И далее «conduct a trial» – проводить тестирование. Можно ли было здесь «dup» оставить? Да, можно, не вопрос. Но «conduct» тоже можно и красиво. «Mistaken assumption number two was that the standard tests used to gauge volunteers' improvement in trials yielded consistent results». Ошибочное положение номер два, положение номер один у нас вот, ошибочное положение номер два было в том, что стандартные тесты использовались, чтобы замерить улучшение в состоянии волонтёров во время экспериментов выдавали устойчивые или последовательные результаты. То есть стандартные тесты, а далее выдавали последовательные результаты. Всё, что вот это вот здесь, это уточняющее выражение, которое определяет слово «тесты». Какие тесты? Которые использовались для того, чтобы замерить улучшение у волонтёров. Ну, здоровье имеется в виду, поскольку лекарства тестируются. Далее слово «yield» – «выдавать на гора». Очень хорошее слово «выдать результат». Можно было бы сказать по-другому «result in». Это, в принципе, то же самое. Но поскольку здесь уже «result» стоит, и мы не можем его поставить, потому что у нас «consistent results» – это очень важно. Поэтому у нас стоит «yielded». Кстати, «consistent result» тоже можно выписать, оно того стоит. Это последовательные, или даже нет, не последовательные, я бы сказала устойчивые, постоянные результаты. То есть, когда мы измеряем что-то, и результат у нас, допустим, колеблется от пяти до шести, не более того. Вот в этом коридоре он всё время. 5,2, 5,3, 5,5, 5,2, 5,3, 5,1. Но он никогда в жизни не скачет ни до семей, ни до трёх. Нет такого разбега. Вот это и есть «consistent results». Поттер и его коллеги обнаружили, что оценки результатов теста наблюдателями значительно варьируются в разных местах, где проходили эти тесты. Если дословно от одного места тестирования до другого. Значит, здесь «rating» – это оценка. Ну, собственно говоря, рейтинг, то, что мы и знаем. Здесь, по-другому говоря, можно было бы «evaluation». Это тоже было бы верно. Можно «grading» было бы поставить. Тоже было бы верно. Далее. «Varied significantly». Значительно варьировались. Можно ли было здесь «changed» использовать? Нет, нежелательно, потому что «changed» – это когда что-то изменяется как бы в процессе. А здесь мы имеем дело по результату уже с разными данными. Просто разные данные из разных мест. Можно было бы сказать «they are different depending on the site». Вот таким образом. Или «they are different, appear to be different from one testing site to another». Тоже было бы класс. «It was like finding out that the judges in a tired race each had a different idea about the placement of the finish line». Это было, как если бы обнаружили, что судьи на каких-то очень важных гонках, у каждого из этих судей разное понимание того, где находится финишная прямая или финишная линия. Итак. «It was like...» Это было как... Далее у нас «finding out» – «обнаружить», «узнать». Короче, «learning» по сути. И далее «что именно». Вот здесь, когда «что именно» начинается, немножко сложно, потому что судьи на гонках имели разная идея, что-то очень непонятное. Вот эта «idea» – это понимание. Его лучше как идея здесь не переводить. Или понятие. И далее «different», которое здесь немножко не в такой роли, как мы его привыкли. Что значит «разное понимание»? Как это? «Иное». Мы помним, что «different» по большому счёту может быть синонимом слова «other» или «another». Но «tide race» – это просто, как это сказать, интенсивные гонки. Ну, то есть гонки, где ставка велика и где конкуренция очень жёсткая. Ну и далее «placement» – это местонахождение. Или «размещение». Вот так будет правильнее, потому что местонахождение – это больше «place», а здесь именно «размещение». Можно было бы сказать, что у всех судей было разное понимание, где разместить финишную прямую. After some cohesion by Potter and others, the National Institute of Health focused on the issue in 2000, hosting a three-day conference in Washington, and this conference launched a new wave of placebo research in academic laboratories in the US and Italy that would make significant progress towards solving the mystery of what was happening in clinical trials. О, предложение! Одно предложение занимает целый абзац. Вот как надо. После некоторого принуждения со стороны Поттера и других его коллег, Национальный институт здоровья сфокусировался на этой проблеме в 2000 году, организовал трёхдневную конференцию в Вашингтоне, и на этой конференции была запущена новая волна исследований эффекта плацебо в академических лабораториях в Соединённых Штатах и Италии, что окажет значительный прогресс или как это приведёт к значительному прогрессу в решении этой загадки, которая происходила или случалась или имела место в клинических испытаниях. Итак, начнём со слова cohesion. Хорошее слово, интересное. Coergen. Его лучше читать так. Я его перевела как насилие. Я уже не помню, как я правильно его перевела. Короче говоря, здесь лучше pressure поставить синонимом. То есть давление. То есть давление со стороны, обращаем внимание на by, то есть давление со стороны кого-то. Далее, Национальный институт. Вот это focused on. Очень хорошее выражение. То есть сфокусировался на, можно сказать, обратил внимание на проблему. Далее, issue. Это, собственно, проблема. Можно проблем было поставить. Можно matter в конце концов как вариант. Но здесь issue, потому что это не просто проблема, это серьёзная проблема была, осложнение. Далее, hosting a three-day conference. Вот это классное тоже выражение. Каждый раз, когда мы хотим сказать, что какая-то организация там собрала конференцию или какой-то семинар или там что-то ещё было. Какой-то ивент, короче говоря. Это всегда host. Это не organize, не arrange, именно host. То есть у нас должна быть такая комбинация host. Дальше у нас может стоять период времени. Это прилагательное. А дальше event какой-нибудь. Это может быть conference, это может быть что угодно. И далее эта конференция запустила, как бы, можно было started, тоже вариант. И далее там новая волна всяких исследований в таких-то лабораториях, здесь в принципе ничего такого нет. И дальше вот это wood. Его можно понимать как будущее с точки зрения прошедшего, потому что здесь прошедшее время, ну окей, дальше будущее. Далее make significant progress, вот это бесподобное, конечно. Значит, здесь не прогресс имеется в виду, а продвижение как бы. Здесь иначе говоря advance significantly, можно было и так сказать, если мы не хотим это слово прогресс сюда по какой-то причине. То есть значительно продвинуться к решению проблемы. Обращаем внимание, что solving the mystery у нас почему? Почему? Потому что предлоги стоят. И далее mystery кого-чего? Того, чего происходило во время клинических испытаний. Вот такое вот интересное предложение. Итак, скриншот всего этого по ссылке в описании видео. Продолжение следует. В прошлом году в одном исследовании исследователь или ученый из Харвардской медицинской школы по имени Тед Капчук разработал интересную стратегию тестировать реакцию своих волонтеров на различные уровни терапевтического ритуала. Что бы это ни значило. Обращаем внимание на response to. То есть ответ или реакция нас. Здесь лучше реакция, а не ответ, потому что мы помним, что речь идет о тестировании медицинских препаратов. Мы тестируем реакцию организма, а не вербальный ответ человека. Далее на что именно реакция была. Здесь самое главное слово levels. Varying это просто прилагательное, то есть различные. Здесь можно в контексте перевести это как варьирующиеся. Я, наверное, так и переведу, потому что various есть слово, и это различные тоже, поэтому здесь, наверное, правильнее варьирующиеся, изменяющиеся. Далее вот это интересное therapeutic ritual. Я бы скорее сказала, что это лечебные действия, ну, по аналогии со следственными действиями или еще там какими-то действиями, но можно сказать по-другому действия врачей. The study focused on a common but painful medical condition that costs more than 40 billion dollars a year worldwide to street. Исследование сконцентрировало свое внимание на очень распространенном, но очень болезненном состоянии, лечить которое стоит более чем 40 миллиардов долларов по всему миру. Focus on, у нас уже было это выражение, pay attention to, можно сказать common это распространенный и далее painful, болезненный. И далее вот это medical condition. Вот это прекрасное выражение для того, чтобы заменить слово illness. Как мы знаем, что это illness? Потому что дальше у нас стоит to treat, лечить, а лечат болезни. И далее главное дословно не переводить, потому что которое стоит более 40 миллиардов долларов лечить, это мягко говоря не звучит. Поэтому надо начинать с to treat, так будет проще. Сначала волонтеров помещали случайным образом в одну из трех групп. Ну, здесь все окей, все понятно, randomly, рандомно, как любят сейчас говорить, ну, случайным образом. Одну группу просто внесли в список ожидания. Исследователи знают, что некоторым пациентам становится лучше только потому, что они записались на исследование или на испытание какого-то препарата. Значит, вот это интересное выражение put on a list. Waiting могло не стоять, поставить в очередь как бы. И вообще говоря, каждый раз, когда мы встречаем слово list, обычно оно используется с on, не с in, как у нас в списке. В английском говорится на списке. Можно говорить, что waiting list это очередь. Ну, тоже вариант. Почему бы и нет? В принципе, суть здесь именно такая. Но это очередь не физическая. Не буквально люди стоят друг за другом. Далее get better улучшаются. Ну, имеется в виду состояние пациента улучшается. И далее sign up for a trial. Вот это тоже классное выражение. И это записаться на что-то. Это не обязательно на испытание. Записаться на курс. Записаться на профилактику. Записаться на процедуры. Ну, в общем, записаться куда угодно. На какие-то действия. Здесь самое главное действие должно быть. Another group received placebo treatments from a clinician who declines to engage in small talk. Другая группа получала лечение при помощи плацебо от медработника, который не хотел вступать в разговоры с ними. При этом надо понимать, что разговоры несерьезные. Small talk это такое привет, как дела, какая погода и все такое. То есть, ни о чем разговор. Значит, placebo treatment. Вообще говоря, когда мы видим receive какой-то там treatment, в данном случае это placebo, но может быть что угодно, обычно это получать курс лечения при помощи чего-то. То есть, лечиться чем? То есть, по сути, им таблеточки с сахаром давали и все. Ну, учтем, что это эксперимент. Далее, от кого-то, то есть, их лечил какой-то там человек, clinician, вот это хорошее слово. Можно говорить, что это работник клиники, это будет в принципе правильно, но можно говорить, что это медик, тоже будет правильно. При этом, это не обязательно врач, это может быть и медсестра, это может быть кто угодно, медработник. И далее, очень интересно вот это, который как бы отклонял, чтобы вступать. Здесь можно было бы refused поставить, это тоже правильно было бы. И далее, engage in small talk, вести незначительные разговоры. Можно сказать, неважные разговоры. Дело в том, что small talk достаточно трудно перевести, как по мне, во всяком случае. Но в английском small talk считается как бы это хорошим тоном. Волонтеры в третьей группе получали то же самое фальшивое лечение от медработника, который задавал им вопросы о их симптомах, рассказывал о случаях этого заболевания и высказывал оптимизм относительно их состояния. Обращаем внимание, что уже got вместо received, то есть у нас может быть get здесь как вариант, не обязательно received. Далее, fake treatment. Опять же, placebo treatment равно fake treatment, потому что плацебо это не лекарство, это по сути его заменитель, причем абсолютно фальшивый. По сути, все то же самое предложение, только другими словами. Вот как можно это все заменить. Placebo мы заменяем на fake. Got у нас received. Далее clinician и далее задавал вопросы о симптомах. Здесь ясно outline the causes of the illness. Здесь можно было по-другому сказать talked about. Ну, можно говорить подчеркивал и, кстати, почему я causes перевела как случай. Это не случай, это не cases. Пардон, здесь плохо видно. Здесь causes, здесь причины. Sorry. Здесь причины заболевания. То есть он говорил о причинах заболевания. И далее выражал, показывал. Можно showed было поставить, тоже вариант. А можно и demonstrated. Это тоже самое. Итак, Not surprisingly, the health of those in the third group improved most. Неудивительно, что здоровье тех, которые оказались в третьей группе, улучшилось наиболее или значительно. Вот это интересно. Not surprisingly, это sentence adverb. Неудивительно, оно всё дословно переводится, но при этом можно себе запомнить, что sentence adverb у меня может быть с отрицанием, и это нормально. Мы привыкли, что not бывает только, ну, либо с вспомогательным глаголом, либо там на худой конец с инфинитивом каким-нибудь или participle. А здесь мы имеем наречие, которое образовано от participle adjective, ну, и тем не менее, даже с наречием может быть not, поэтому можно это тоже на заметку себе взять, что можно так делать, если надо. The health of those, вот это тоже интересная конструкция, здоровье тех, которые в третьей группе. На самом деле, those связаны in the third group, это вот это всё, это одно целое. Что это за those? Это volunteers in the third group, вот о ком идёт речь. И далее улучшилось. Что улучшилось? The health в первую очередь, потому что это здесь главное слово. И далее вот это most, наиболее. Здесь most, это не прилагательное, естественно, это ещё одно наречие. Можно было сказать most of all, тоже вариант, но можно и просто most, это тоже правильно. То есть, когда у нас что-то, что-то делалось, а дальше most стоит, это значит, оно делалось наиболее всего. То есть, возможно, там происходило ещё чего-то, но вот более всего делалось вот то, что перед мостом. In fact, just by participating in the trial, volunteers in this high interaction group guard as much relief as did people taking the two leading prescription drugs for the condition. На самом деле, просто участвуя в испытаниях, волонтёры в этой группе, которая наиболее общалась, имеется в виду с медиками, получили столько же улучшений, как и люди, которые принимали два ведущих или, если угодно, самых лучших препарата по рецепту для своего состояния. Так, здесь немного запутано. Ну, во-первых, in fact, это actually, и это ещё один sentence adverb, его тоже могло здесь не стоять, но, учитывая то, что у нас серьёзная статья, нам нужны соединители между предложениями. Поэтому, окей, тем более, что предыдущее предложение у нас как бы-то описывает ситуацию в целом. А дальше идёт конкретизация. И вот когда конкретизация, нам очень помогают вот эти слова in fact или actually или их аналоги. Далее. by participating. Вот это by, это путём. То есть, получается, просто путём участия в испытаниях. Ну, это если дословно. Ну, конечно, некрасиво получается, но тем не менее. Обязательно ли было здесь это by ставить? Ведь можно же сказать just participating in this while. Да, конечно, это можно, это тоже правильно будет, но немножко не точно. By даёт некоторое уточнение. Далее. Вот это high indirection group. Оно такое, какое-то не совсем понятное, но это в контексте нужно читать. То есть, это группа, в которой, будем так говорить, было больше всего общения. Или группа с повышенным общением с медиками. Может, это и лучше как-то можно сказать, но я что-то как-то не знаю, как это лучше. С медиками здесь, естественно, нет, это я придумала, но это из контекста понятно. То есть, теми, которые тестировали препарат. Далее, вот это, got, это, собственно, главный глагол. Обращаем внимание, у нас один sentence adverb, запятая. Дальше у нас, по большому счёту, participle structure, запятая. Далее, у нас подлежащее, и оно тянется аж сюда, вот это аж досюдово и отсюдово и досюдово. То есть, волонтёры, главное слово, но волонтёры здесь надо понимать не где, а какие волонтёры. Волонтёры в такой-то группе. А далее, получили, а дальше они получили что и в каком количестве. As much relief as, то есть, получили что? Get, это в большинстве, в подавляющем, скажем так, в большинстве случаев это переходной глагол. Поэтому, куда он переходит? На relief он переходит. As much as, только потому, что нам нужно такое. Здесь самое главное слово relief. получили облегчение. Дальше, так много облегчения, как люди. Вот это did, это по сути God's relief. Это чтобы второй раз не писать. А далее, люди какие? Принимающие два ведущих препарата по рецепту. Здесь самое главное слово drugs. А prescription drugs, это потому, что это препараты по рецепту. Prescription это рецепт. Или рецептурный препарат, можно и так говорить. И далее for the condition. Для препараты для чего? Для их состояния. Едем дальше. And the benefits of the bogus treatment persisted for weeks afterwards, contrary to the belief widespread in the pharmaceutical industry, that the placebo response is short-lived. И польза от их псевдолечения продолжалась или длилась несколько недель после этого, что противоречит убеждению, которое широко распространено в фармацевтической индустрии, что эффект плацебо краткосрочный. Benefits ясно. Далее bogus treatment. Вот это интересное выражение. Слово bogus это фиктивный, поддельный или фальшивый. То есть это фейк по большому счёту. Ну и оно тоже может быть существительным, как и прилагательным, поэтому дальше у нас будет treatment. Можно ещё приставку ставить здесь pseudo. Но надо понимать, что pseudo это приставка, это не отдельно взятое слово. Ну то есть псевдолечение. Теперь далее. Persisted действие основное. Далее в течение какого-то периода времени. Классика жанра for с периодом времени. Дальше afterwards после этого. Обязательно ли было afterwards ставить? Нельзя ли поставить then? Да, конечно, можно без проблем. Можно then, а можно просто after. Это тоже окей. Далее вот это бесподобное выражение contrary to и дальше там чего-то. Если мы встречаем contrary to это по большому счёту unlike. Противоречащий или противоречит или не такой как. Ну в общем здесь уже надо смотреть как оно в предложении стоит и с чем. Потому что иначе его перевести будет трудно. Его лучше всего переводить в контексте. Belief здесь это существительное. Это убеждение. Можно и так. Ну вера здесь лучше так не говорить, потому что это какая-то будет чепуха. Здесь idea его заменитель. Или notion ещё как вариант тоже можно его заменить. Далее widespread. Обращаем внимание, что выделено с двух сторон тире. То есть это абсолютно левое выражение. Это a positive. Он мог стоять в запятых. Но поскольку здесь куча всего было уже и запятых тоже много, чтобы не потеряться, поставили тире. Это тоже разумно. Широко распространённый. Далее вот это the pharmaceutical industry. Это вот в рамку и на стенку. Это выражение, которое очень часто встречается. Фармацевтическая индустрия. Или Далее short-lived. Вот это классное тоже выражение. Коротко играющий или короткоживущий. И у него, кстати, есть синоним. И surprise, surprise это short-living. Это абсолютно то же самое. Недолговечный, краткосрочный. Studies like this opened the door to hybrid treatment strategies that exploit the placebo effect to make real drugs safer and more effective. Такие исследования, как это, открывают дверь в стратегии гибридного лечения, которые используют эффект плацебо, чтобы сделать настоящие препараты безопаснее и более эффективными. Итак, studies like this это одно целое. This это все то, что было перед этим, последние сколько там, три абзаца. В общем, с эффектом плацебо нужно смотреть предыдущие части. А вот это бесподобное выражение open the door to. Здесь make possible иными словами можно. И тогда to нам не надо. Но open the door звучит, конечно, красиво. Это метафорическое такое. Далее гибридное лечение. Treatment это лечение в данном случае. И здесь, вернее, неправильно, это не лечение, это лечебные. Здесь вот главное слово strategies. Делают возможными или открывают дверь стратегиями гибридного лечения. Ну, хотя все равно лечение. Но надо понимать, что вот это все, это все одно целое. И главное слово здесь strategy, а не treatment. Далее exploit это use по большому счету. Placebo эффект ясно. И далее make real drugs safer. Делать реальные или настоящие, ну, то есть, не фейковые препараты более эффективными. As Potter says, to really do the best for your patients, you want the best placebo response plus the best drug response. Как говорит Поттер, чтобы лучше всего лечить своих пациентов, вам нужен самый лучший эффект плацебо плюс самый лучший эффект лекарства. Да, кто бы мог подумать. Здесь что интересно, здесь to, это на самом деле to do, а really вклинивается между to и инфинитивом и разрезает их. Можно ли так делать? Да, можно, осторожно, но можно. Желательно не использовать при этом очень длинных наречий. И это, как правило, наречие манеры действия. Далее, do the best это очень хорошее выражение. И дальше обращаем внимание на предлоги for и дальше somebody или something тоже можно. Я не уверена, что сделать наибольшую пользу, это самый лучший вариант, перевести это. Но, опять же, я что-то не могу сейчас сказать, как лучше. И обращаем внимание, что у нас дальше дательный поддерж, кому чему, а здесь для кого, для чего, как бы так вот. поэтому, как бы для. Я поставлю для, но при этом надо понимать, что имеется в виду кому. И дальше вот это want, это не столько хотеть, сколько нужно. Здесь need могло стоять. Иными словами, здесь можно было бы сказать, вам не хватает наилучшего плацебо плюс наилучший препарат. Вот так вот слово want еще можно использовать. Ну и далее response два раза. Здесь потому что, это, ну, если угодно, афоризм или его цитата. Он хотел так вот красиво это сказать. Очень часто, когда делается такой summary всего вышесказанного, делается вот такая вот фраза с повторениями. Это усиливает мысль. И вот это, собственно говоря, вся статья, наконец-то. Итак, ссылка на книгу, если у вас ее нет, в описании видео. Ссылка на скриншоты также в описании видео. И ссылка на все предыдущие части в описании видео. И ссылка на огромное видео по всем частям, объединенным вместе, также будет в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.